Всем привет! С Вами снова я, Кананец Оксана. Я работаю фотомоделью. И своим опытом хочу поделиться, какой ряд процедур я провожу перед тем, чтобы подготовиться к съемке. Итак, первое, с чего я начинаю, когда утром просыпаюсь, прошу, чтобы мама размяла мне ноги. Для того, чтобы тело слушалось, нужно помимо ног еще и чтобы руки были размяты. Вот различные упражнения, вот старайтесь, вот плечи, руки, запястья, вот все, чтобы вас максимально слушалось на съемке, потому что мы не все позы можем принять. А точно так же желательно разминать лицо, даже не желательно, а обязательно, поскольку, чтобы мы могли применить любые эмоции. Вот, допустим, я делаю такие упражнения, как губы уточкой максимально, потом растягиваю, вот полощу просто воздухом рот. Вот такие упражнения. Следующий этап – это лицо. За день до съемки я провожу определенный ряд процедур, а такие, как скрабирую изначально лицо, чтобы убрать роговевшую кожу, а затем увлажняю. У меня есть комплекс увлажняющих средств, которые входят в тонер, эмульсия и увлажняющий сам крем для лица. Оно максимально улучшает состояние кожи. Если у вас очень сухая кожа, в сам день съемки вы можете намазать лицо увлажняющим кремом и все. Визажист все равно перед съемкой подготавливает лицо, он смывает все, что у вас находится на коже, если вы вспотели. Хочу вам посоветовать, порекомендовать даже, а не посоветовать, не пользоваться незнакомыми средствами за день до съемки. По избежанию сыпи на лице. Следующий важный этап – это губы. Главное, чтобы они были увлажненными. У меня губы очень сильно сохнут. И я всегда стараюсь максимально их увлажнять. Особенно перед съемками. Итак, следующий пункт – это зубы. И они должны быть чистыми. Я пользуюсь обычной щеткой, потом щеткой с длинным борзом. Также я еще пользуюсь зубной ниткой. У меня есть вот такое приспособление. Мне подарил мой стоматолог. Очень удобно для таких слабеньких рук, как у меня, пользоваться им. Вам еще стоит пользоваться оболаскиватель для рта. Не зря я вам показываю такой маленький формат самой бутылки, поскольку я еще на съемки беру с собой этот оболаскиватель для рта. Объясню для чего. Бывает, в перерывах между съемками, нужно перекусить, чтобы вы не чувствовали дискомфорта от того, что, возможно, у вас где-то что-то забилось между зубов, еда осталась. То стоит сполоснуть зубы. Следующий пункт – это ногти. Они должны быть ухоженные, максимально короткие. Цвет лака старайтесь максимально нейтрального оттенка брать, чтобы они подходили к любому образу. Но если вы хотите что-то яркое на своих ногтях видеть, вы предварительно созваниваетесь или списываетесь с фотографу, чтобы уточнить, что максимально будет допустимо к вашему образу. Следующий пункт – это волосы. Они должны быть чистыми. Я вам не советую никакими увлажняющими средствами для волос пользоваться, поскольку у парикмахера на следующий день может не получиться задуманная прическа. А также на волосы мыть за день до съемки, а не в сам день съемки, для того, чтобы волосы также были послушны и не электризовались. Одно из вещей, что я с собой беру на съемку – это ветродуй. Он меня спасает, поскольку я замерзаю, как, в принципе, свойственная шенница. Пока вы еще находитесь дома, обязательно проверяйте вещи, все ли на месте. Это одежда, это обувь, это украшения. Во избежание конфузов во время съемки. Еще один важный момент – быть отдохнувшей перед съемкой, чтобы у вас не были синячки под глазами, и чтобы вы были в хорошем настроении. Также на дорогу оставляйте зазор времени, потому что бывают непредвиденные обстоятельства. Ну и самый главный совет – включайтесь максимально в образ для получения качественных снимков. С вами была я, Таранец Оксана. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok